Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии, собственно, этой недели. Пятидневка, которую мы начали сравнительно давно уже, по сути, финиширует. Очень много, друзья, у нас отчетов еще впереди, поэтому, несмотря на близость, скажем, ее завершения, расслабляться ни в коем случае не нужно, потому что у нас, возможно, даже более интересная статистика как раз осталась на текущую торговую сессию и на пятницу. И, безусловно, мы еще будем следить за днем выступления, очередным днем выступления Джерома Паула, который возглавляет американский регулятор в Сенате, и так же, как и, собственно, его выступление во вторник, в данном случае он так же будет посвящен перспективам денежно-кредитной политики и подведения итогов того, что сейчас происходит с экономикой в разрезе, опять же, тех действий, которые регуляторам предпринимаются. Поэтому, руководствуясь опытом, друзья, того, как рынок отреагировал на его речи во вторник, мы заранее должны закладываться под скачок волатильности, который вполне реален и возможен уже в рамках текущей торговой сессии. Если в целом охватить весь спектр финансовых инструментов, которым мы спекулируем, это рисковые инструменты против доллара, нефтянки, облигации, индекс доллара. Собственно, риск снижается, доллар растет, и совершенно очевидно, американская валюта, уже многие говорят о том, наконец-таки нащупала дно и начала не то, чтобы демонстрировать какие-то признаки восстановления, а уже пошла первую фазу зарождения нового контртрендового движения, которое в этот раз, как вы прекрасно понимаете, направлено уже вверх. И, возможно, спусковым таким механизмом для вот этого разворота выступили последние комментарии Джерома Пауэлла. Потому что раньше мы говорили про ящик Пандоры, потому что мы допускали, что Джерома Пауэлла будет, исходя из его аналогичных взглядов, аналогичных, я имею в виду, политики Джанет Хеллен, мы не сомневались в том, что и новоиспеченный глава американского регулятора будет лоббировать политику более высоких процентных ставок. Но, согласитесь, все-таки были определенные опасения, что он захочет внести определенные коррективы, либо по отдельным и, возможно, даже важным вопросам, у него есть своя точка зрения, не свое, а видение и понимание того, как должны происходить конкретные изменения. Поэтому я, так же же, как и вы, с особым интересом ждал собственного выступления во вторник. Но в итоге наши ожидания были вознаграждены, друзья, потому что мы получили жесткого представителя ФРС с такими же взглядами, и мы получили очередное подтверждение того, что американский регулятор остается на пути разгонка косочных процентных ставок. И если раньше мы спекулировали на возможности трех раундов подобных изменений, то сейчас на рынке уже закладываются нотки действий подобной активности, возможно, даже в различии четырехкратного повышения. Конечно же, это безумно интересно для доллара, потому что на фоне такого вектора, на фоне такого градуса, опять же, траектории движения американского регулятора, наверное, сейчас даже глупо делать ставку на то, что доллар не вырастет. Да, против иены есть, скажем, свой сопутствующий фундамент, который не дает сейчас американцу показать свой стержневой характер, но согласитесь, если мы сравним динамику доллара против рисковых инструментов, а не защитных, доллар оказывает на них серьезное давление. И если мы уберем из оценки ситуации текущие, скажем, факторы, которые допускают двусмысленную интерпретацию, то есть оценку того, что происходит с риском, вы можете сказать, что на тот же самый евро влияет не доллар, а, например, национальный фундамент на фонд тоже влияет не доллар, а перспективы переговоров по Brexit в данном случае не самые радужные. И то же самое можно сказать про австралицию, про новозеланцию. Но я советую тогда вам посмотреть просто на чистую динамику индекса доллара. И вы поймете то, что очень много сейчас денег уходит в занятия длинных позиций, потому что даже скептики верят, что американская валюта развернулась. Ну, про доллар мы, безусловно, поговорим и в разрезе тех событий, которые миновали за вчерашние торги. Продолжим говорить и дальше, поскольку сегодня американская валюта также в центре внимания, поскольку в 16.30 нас ждут отчеты по личным доходам, личным расходам, заявки на пособие по безработице. Как я уже отметил, спустя полчаса после этого, точнее полтора часа, 18.00 выступление очередной Джерома Паула. И в 18.00 еще один блок такой замыкающей статистики. Это индекс разгона инфляции СМ и индекс активности производственного сектора тоже по самой объективной оценке СМ. Посмотрите на прогнозы, на ожидания. Друзья, этого будет достаточно, чтобы настроить себя на оптимистичный лад и на то, что статистика снова не разочарует. Но прежде чем перейти к детальной оценке по доллару, давайте поговорим про нефтянку, тем более, что они тоже способствуют тому, чтобы у нас сейчас было довольно неплохое настроение, потому что мы с этим инструментом продолжаем снижаться и наконец-таки снова пробились через поддержку в 65 долларов за баррель. 64,62 – это закрытие торговой сессии среды, 64,67 – это актуальные котировки. Безусловно, друзья, поскольку у нас миновала торговая сессия среды, значит, у нас и позади остался обновленный отчет администрации научной информации по запасам объема добычи. Поэтому, отталкиваясь от этой статистики и в виде снижения нефти, мы можем сказать, что, конечно же, на настроение трейдеров повлияли вот эти вот правительственные данные, которые действительно нас, как продавцов, не расчаровали, потому что запасы выросли на 3 миллиона. Аналитики опрошенной Global Plaz прогнозировали рост, ну, поскромнее, 2 с небольшим миллиона. До этого у нас была оценка Американского института нефти, собственно, тоже был сфиксирован прирост, ну, всего лишь на 0,9 миллиона. Ну, вроде бы как и немного, но, с другой стороны, друзья, не имеет значения, насколько главное, что это данные со знаком плюс. Конечно же, я с уважением отзываюсь от статистики по росту запасов и вижу, как рынок чувствительный к ней, но все-таки, на мой взгляд, основная причина распродаж, которую мы видели в ходе вчерашних торгов, это очередное подтверждение того, что американские производители продолжают активно наращивать объемы добычи, поскольку тот же самый институт, агентство, администрация энергетической информации отчиталось о том, что за прошлую неделю производство нефти выросло на 13 тысяч до 10,28 миллионов. Точнее, 10,28,8. То есть у нас, ну, исторический максимум по объему добычи, рекордный показатель и правильный в связи с этим выводы о том, что американцы и дальше, скорее всего, будут преданным вот этой амбициозной цели стать регионом номер один по объему добычи. Напоминаю вам и комментарии руководителя Международного энергетического агентства Фати Копироли, который также отметил, что Штаты с такими темпами смогут выйти на производство в 11 миллионов в перспективе уже даже этого года. Я присоединяюсь к его позиции, точнее, возможно, даже он присоединился к позиции рынка уже давно, увидевшего такие перспективы по объему производства. Как бы то ни было, друзья, но действительно Штаты преследуют Россию и, возможно, действительно станут ключевым производителем углеводородов в мире. Хотя невозможно, это фактически уже случившийся факт, потому что мы видим, ничто не будет ограничивать американских производителей по активизации производства, в то время как Россия, будущий участник коммунистического пакта, сейчас не может снова подключиться активно в гонку роста нефтепроизводства. И не забывайте про еще один фактор давления, это укрепление котировок нефти, точнее, укрепление котировок доллара, поскольку доллар реагирует на то, что происходит с рынком многовых облигаций, мы уже говорили про рост индекса доллара, это отражение новых, более уверенных перспектив представителей ФРС относительно экономического роста и темпов ужесточения монетарной политики. Ждем, собственно, завтрашний релиз от Baker Hughes и ждем еще больше поддержки в рамках текущих пяти дней для нашей короткой позиции и ни в коем случае не отказываемся от того, чтобы затащить нефть как можно ближе, выделяли бы непосредственно даже к 60 долларам за бак. Рубль 56.36, сразу хочу просто перечислить факторы, почему мы сейчас должны ставить на то, что рубль будет девальвироваться против евроамериканцев. Ну, это очевидно уже снижение цен на нефть, это активность Министерства финансов по скупке валюты на внутреннем рынке, это вопросы санкционного характера, которые, как многие считают, уже будут извечными для российской экономики, возможно, действительно это и так. И еще очень серьезные негативные последствия не только для России, но и для всех развивающихся рынков в виде роста доходности тренажей, которые будут и дальше оттягивать ликвидность с этих рынков, поскольку сейчас мы видим то, что спред доходности облигаций, ну, сравнивая российскую экономику с американской, становится все меньше и меньше, и если раньше было глупо не ставить на доходные российские облигации, пусть и с гораздо меньшей надежностью, но сейчас доходность пусть и остается больше, чем у облигаций США, но этот разрыв уже сократился довольно существенно, поэтому трейдеры, институциональные инвесторы, лучше скажем так, поскольку трейдеры это все-таки те, кто оперирует не такими колоссальными инвестиционными потоками, инвесторы уже делают ставку, как я уже отмечал, на более надежные, на более качественные финансовые долговые инструменты, это отнюдь не российские облигации. Вот вам и еще одна причина потенциального оттока капитала, которая будет, в конечном счете, приводить к ослаблению курса рубля. Только лишь президентские выборы, несколько дней, в буквальном смысле до них, это последний оплот надежды для локальной бодрости рубля, но политическая тема, она очень быстро сойдет на нет, друзья, у нас также есть уже и опыт данной тематики, и потом нужно будет только сфокусироваться на потенциальной слабости. Ждем 60. Фондовый рынок США остается в центре внимания, я думаю, что мы по праву. И мы можем дальше говорить о том, что грядет для пекции секции, видим то, что поведение трейдеров в рамках S&P, NASDAQ и Dow Jones сказывается на настроениях трейдеров, прочих финансовых площадок, и приводит к определенному спросу на защитные инструменты. И вот, кстати, я уже немало сказал про то, почему доллар должен расти, но вот логичный вопрос, хотя я думаю, у вас уже есть ответ на него, вы понимаете, с чем это связано, почему доллар, который активно растет против риска, ну, не растет против иены. Конечно же, это связано с защитными свойствами японской валюты, и эти свойства приобретают актуальность каждый раз, когда на крупнейшем рынке мира происходят серьезные распродажи, собственно, как это было на минувшей торговой сессии. Ну, чтобы далеко не отходить от японской валюты, еще в качестве одной причины включают решение Банка Японии скатить покупки облигаций до 70 миллиардов, ну, особо, друзья, под это решение закладываться не нужно, потому что, может быть, отчасти это в рамках тех действий, которые предпринимались, и мы уже видели, неоднократно использовались японским регулятором для того, чтобы влиять на текущие показатели ликвидности, но это, скажем, мероприятия, которые совершенно не являются сигналом, предпосылкой того, что Банк Японии вот так вот постепенно начинает отходить от политики мягкого экономического стимулирования и нетрадиционной, скажем, поддержки. В данном случае, почему я так, скажем, строго об этом говорил, да потому что буквально несколько дней назад сам Банк Японии в лице Курады подтвердил то, что политика о смягчении и действия программы количественного смягчения и низких процентных ставок, она актуальна, поскольку Банк Японии по-прежнему борется с низкой инфляцией. Поэтому особо не нужно искать какие-то причины укрепления иены в том, что изменилась политика и японская валюта получила хорошую стимулу для того, чтобы расти. Нет. Японская валюта укрепляется только потому, что снижается фондовый рынок. Если бы сейчас ситуация относительно фонды США была бы более-менее стабильной и спокойной, мы вернулись бы в привычные коридоры волатильности, доллар давно бы задрал свои позиции гораздо выше и против иены. Но эта пара остается в числе длинных идей. Я думаю, что даже если американский фондовый рынок покажет еще несколько процентов снижения, сильно ниже, чем, скажем, 106-105,5 по данному тандему мы не уйдем. И в любом случае я пока удерживаю длинную позицию, потому что все-таки не покупать доллар даже против защитного оппонента – это кощунство сейчас, даже несмотря на то, что мы понимаем, с чем могут быть связаны обратные тенденции и динамики. В поддержку доллара, друзья, хочу отметить еще вчерашние данные по экономическому росту, годовые данные по УП 2,5%, в соответствии с прогнозом, индекс расходов на лишнее потребление 1,9 и 1,9. Вот буквально сегодня я общался с коллегами по поводу того, был ли прогресс, либо не было прогресса, оценивая содержание экономического календаря, сравнивая то, что в прошлом месяце у нас 1,9 и сейчас 1,9, соответственно, прогресса нет и не все так замечательно. Это немного неправильная позиция, друзья. Я вам советую посмотреть на то, на каком уровне был показатель по индексу расходов на личное потребление до тех пор, пока этот расчет не пересмотрели. Мы видели там цифру 1,3%, и вот 1,9 существенным улучшением она пересмотрена была только вчера. Прогресс есть, и прогресс очевидный, и индекс расходов на личное потребление – это второй по значимости показатель для американской экономики после инфляции. Соответственно, получив подтверждение роста этого индикатора, можем смело говорить о том, что инфляция будет расти, а с ростом инфляции будут расти и ожидания. Нас, как трейдеров, ждущих повышения процентной ставки и параллельно еще и уверенность представителей ФРС в том, что американская экономика будет расширяться и восстанавливаться. Поэтому по доллару мы сегодня, как я уже отметил, ждем целую кучу статистики. Не будем акцентировать внимание на какой-то отдельный отсчет, где шансов увидеть хорошие цифры больше, чем в другом. Скажем цел, что медиан ожиданий – это прогресс и улучшение статистики, а, соответственно, сегодня ждем продолжения пресса на рисковые инструменты и восстановления курса доллара против риска, и особенно рост, собственно, индекса доллара, ну и, конечно же, американских облигаций. Относительно фондового рынка, ну, я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что на фоне прошедшего выступления Джерома Павла мы вынуждены снова фокусироваться на негативных последствиях, влияние на корпоративный сектор, рост на процентных ставок. Это тема номер один сейчас, можно сюда добавить еще и того, как влияет трежерис на этот рынок, и вы знаете ответ. Я думаю, тоже мы уже объясняли причины негативных, скажем, следствий для этого рынка, подобной динамики на налоговых площадках. Поэтому по фонде, как я уже и отмечал, друзья, наверное, будем снижаться дальше, и по S&P, если вы торгуете этим инструментом, это, в мое субъективное видение, можем дойти даже до отметки в 2,5 тысячи пунктов. Евро против доллара. Здесь из отчетов можно было вводить индекс доверия потребителей, снижение. Очередной по Германии, это, собственно, еще один такой печальный сигнальчик, который мы получаем из еврозоны. До этого мы анализировали бизнес-оптимизм, собственно, крупнейших предпринимателей. Тоже он был пересмотрен с снижением, и индекс доверия уже потребителей. Хуже, чем в прошлый раз, ситуацию не исправила даже статистика по рынку труда Германии, где безработицы остаются на многомесячном минимуме 5-4%, при этом динамично создаются новые рабочие места. Но вроде бы как на оптимизм особо эта статистика потребителей не влияет. И вот где нужно было найти еще один сигнал того, что мы правильно делаем продавая евро, это статистика снова по инфляции, где общий показатель снизился с 1,3 до 1,2. В годовом выражении базовая инфляция просела с 1,1 до 1%. Это предварительные данные, но все равно уверены то, что эти данные уже будут окончательно подтверждены. Вывод. Инфляция продолжает снижаться, политика будет мягкой, друзья. На фоне еще и роста доллара, ну, о каком же росте евро сейчас можно поговорить. Ждем опару поближе к отметке 1,2. Фунт против доллара. Вот британец вчера, я думаю, не только меня, но и всех тех, кто ставил на его рост. Вчера мы видели трехнедельный минимум, сейчас котировки по британцу 1,3749. Распродажи фунта, которые превзошли распродажи прочих рисковых инструментов, были связаны с негативом по поводу Brexit. В частности, с отсылкой на главного переговорщика из ЕС Бранье. Мы получили тоже не самый радостный сигнал того, что возникли очередные трудности на пути достижения компромисса относительно договоренности соглашения о переходном о Brexit. И если раньше мы были полны оптимизмом того, что на мартовском саммите ЕС стороны будут более конкретны в своих осуждениях, выводах и, соответственно, порадуют нас достигнут компромиссными началами, в общем, знаменателем, то сейчас эта вероятность этого позитива немного подсократилась, но он все равно еще остается, друзья. Я думаю, что мы сейчас плавно можем ждать последующего выступления Терезе Мэй. Я лично делаю на нее большую ставку, потому что Терезе Мэй неоднократно уже поддерживала рынок. Я не сомневаюсь в том, что она блестящий оратор. И видя, как сейчас настроения начали резко ухудшаться, рынок снова закипел, запаниковал того, действительно ли у нее такая железобетонная позиция, она сможет успокоить площадки, отметив то, что, как говорится, все на мази. В данном случае по фунту, даже несмотря на снижение, которое мы видели, друзья, я рекомендую пока что терпеть. Еще нет четких причин, мощных факторов того, что фунт нужно продавать. Это только лишь, скажем, реакция настроенческого характера. Где-то что-то стало известно, кто-то проронил слово, и все стали, собственно, негативно относиться к британцу. Нужно держать оборону, нужно пока что верить в рост британца, тем более сегодня. Кстати, у нас первый важный отсчет от 12.30 по московскому времени – это активность в производственном секторе Англии. Вполне возможно, что это тот релиз, который сможет немного поддержать курс британца. При этом здесь, наверное, особо не имеет даже значения, какую статистику мы увидим, потому что я уже говорил, что если выходят хорошие данные, но это классический позитив для валюты, для экономики, отыгрывать нужно рост. Но в отношении английской экономики есть еще и специфический другой подход. Если выходят плохие данные, мы начинаем верить в то, что Банк Англии будет повышать процентные ставки. А это уже не негатив, а все равно больше позитив даже для курса национальной валюты. Вот почему сегодня, я надеюсь, то, что британец сможет реанимировать свои позиции, ну пусть не в полном объеме, как потери, которые были понесены. Ну, пункт 50 мы должны отбить и снова подняться повыше. Друзья, собственно, на этом все. Огромное спасибо всем за внимание, тем, кто присутствовал в прямом эфире. Также отдельное спасибо, кто просматривает записи на нашем канале на YouTube, кто присоединяется к нашему активному сообществу, оставляет вопросы, комментарии, делится собственными наблюдениями рынка. Это всегда интересно, конечно же, читать и знакомиться с позицией не только мне. Это явное наказательство того, что, друзья, вы относитесь к рынку, скажем, не в одностороннем порядке, то есть получая информацию и тут же ее, собственно, дисконтируя в определенный трейд в конкретном направлении на основании того, что вы услышали. А вы еще мыслите, вы имеете собственное видение того, что происходит. И в связи с этим как бы просто адаптируйте внешний фон, то, что вы получаете в плане аналитического контента, к вашему видению и на основании этого формируйте свое решение. Большое всем спасибо за комментарии. Ну и, конечно же, классическое еще большее спасибо тем, кто параллельно с этим ставит еще и лайки, большие пальцы. Надеюсь, что их будет становиться все больше и больше, потому что, в конечном счете, весь этот видеоконтент, который готовится в рамках аналитического департамента компании «Амаркетсон», предназначен только для того, чтобы вы были в курсе всего, что на рынках происходит и могли использовать эту информацию для того, чтобы принимать правильные, выгодные, диссонные решения. На этом все. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...